Дорогие друзья, здравствуйте! Приветствую вас на канале Природа Будущего, с вами Александра Кайгородцева. В этом выпуске мы поговорим о приготовлении субстрата для посева и для черенкования. Начинается садово-огородный сезон и эта тема, я думаю, волнует очень-очень многих. Каким же должен быть идеальный субстрат? Итак, начнем с посевов. Каким должен быть грунт для посева? Все грунты изготавливаются на основе торфа, но торф бывает разный. Он бывает низинный, он бывает переходный и бывает верховой. Для наших целей подойдет верховой торф. То есть лучше всего использовать верховой торф. Он самый воздуховлагоемкий, он самый пористый, он меньше всего слеживается. И это прекрасно для семечек, которые должны пробиться сквозь торф и при этом должна начать развиваться корневая. То есть грунт должен быть рыхлый. Многие производители сейчас сразу раскисляют торф и добавляют сюда макро- и микроэлементы. Об этом обязательно написано на обратной стороне упаковки. То есть из какого торфа изготовлен этот грунт и что добавлено. Плюс ко всему, многие производители сейчас добавляют и полезные микроорганизмы. Для того, чтобы создать хорошую микрофлору, чтобы было меньше гнили, не было плесени. Растения опять же хорошо развивались. Эта информация тоже бывает на упаковке. Что хочется здесь особо отметить. Самое главное, чтобы торф был свежий. То есть если вы купили его, не храните долго. Чем раньше вы его используете, тем больше того питания, которое заложил производитель, в этом грунте останется. Если он у вас пролежит полгода, год, два, то поверьте, именно питание не останется вовсе. Плюс ко всему, всегда есть риск, что в грунте он все-таки такая живая субстанция. И там могут появиться и грибки, и бактерии, и какие-то насекомые. Нам всего этого не нужно. Поэтому как с продуктами? Купили и пока все это свежее, сразу же используйте. Не покупайте впрок, сейчас большой выбор грунтов во всех магазинах. Итак, мы выбрали подходящий, открыли и проверяем. Часто мы можем увидеть вот такие вот включения, палочки, какие-то сучки. Для посевов они нам будут мешать, особенно если у нас мелкие семена. Поэтому такой грунт мы просеиваем. Я для этих целей использую пластиковый ящик для фруктов с небольшой ячейкой, с небольшой решеткой. То есть просто пересыпаю туда этот грунт и просеиваю. И мы получаем очень-очень мелкую фракцию, которая идеально подойдет для семян, включая даже мелкие семена. Но как бы не был хорошо заправлен этот субстрат, какой бы торф тут не использовался, его все равно придется немножко доработать. Для улучшения структуры грунта я добавляю 10-15% садового диатомита. И в результате грунт становится рыхлым, не спрессовывается, не превращается в такой плотный-плотный кирпич. Ну и также диатомит выполняет и другие функции. Впитывает излишнюю влагу с макро-микроэлементами, а потом постепенно отдает растению. Далее содержит в себе большое количество кремния. Кремний крайне важен для растений. Во-первых, он помогает усваиваться другим элементам. То есть если у нас недостаточно кремния, то не будут усваиваться в полной мере ни азот, ни фосфор, ни калий, ни микроэлементы. Ну и также кремний способствует тому, что стенки клеток растений становятся гораздо более прочными. И в результате растение лучше противостоит каким-то стрессовым факторам. Засухи, жаре, холоду, атаки насекомых, химическим обработкам. Вот такие вот чудесные свойства. Ну а также диатомит борется с патогенной микрофлорой и с вредными насекомыми. Поэтому добавляем его обязательно 10-15% к грунту. Тщательно перемешиваем. И если мы не планируем использовать весь объем приготовленного грунта сразу, то убираем на хранение. Самое главное не оставлять открытым, чтобы грунт не пересох. Если мы будем хранить в контейнере или в пакете, то нужно сделать вентиляционные небольшие отверстия, чтобы опять же он не заплесневел, не появились здесь никакие грибки. Закрываем крышкой и убираем в темное прохладное место. Но по возможности используем сразу. А теперь поговорим о приготовлении субстрата для черенкования. Я уверена, многие из вас слышали такие истории, видели видеоролики, читали статьи, как черенок прекрасно, самое главное быстро укореняется в картофелине, в растворе меда, в листике алоэ. Все благодаря чему? Благодаря тому, что там много питания, и вот черенок очень радуется и быстро растет. Это большое заблуждение, большой миф. Растения устроены немножко по-другому, и для укоренения на самом деле много питания растению не нужно. Более того, оно даже мешает. Итак, мы взяли черенок. Теперь у этого черенка всего два пути развития. Либо зацвести и образовать семена, которые повторят его в потомстве, либо дать корни. Итак, представили? Мы помещаем его в питательный какой-то субстрат или раствор. Именно там, где есть питание. Вот в этом случае растение будет всасывать эти питательные вещества и будет стремиться зацвести и образовать семена. Процессы будут происходить быстро, в такой вот экстренной обстановке, но тем не менее будет цветение. Если же мы поместим этот черенок в пустой субстрат, где кроме влаги взять больше нечего. Растение это очень быстро поймет, и у него не останется никакого другого выхода, кроме как образовывать корни, чтобы найти питание чуть дальше. Поэтому для черенкования нам нужен пустой субстрат. Но черенкование бывает разным, черенки бывают разные. Если мы берем вот такой черенок с летника, петуния, калибраху, остеосперму, или, например, с многолетников, шалфей, лаванда, ну и другие, и, конечно, кустарники. Свежие, однолетние приросты. Когда мы берем в июне, например, черенки с гортензией, спиреей, все это будет зеленое черенкование. Вот для этих целей идеально подойдет вот такой субстрат. Тот самый, который мы готовили для посевов. Также на основе верхового торфа, также с диатомитом 10-15%. Ни в коем случае мы не добавляем сюда ни гумус, ни какие-то удобрения пролонгированного действия. Все это потребуется после, когда растение уже укоренится. И немножко другая история вот с такими черенками, с хорошо одревесневшими. Это могут быть хвойные растения, это может быть вот этот черенок мирта, а также лавры, бугенвилии, цитрусовые. Там, где мы берем крепкие, вызревшие черенки, возможно, даже прошлого года. Вот такие черенки лучше всего укореняются в совершенно пустом субстрате без торфа. То есть торф здесь совсем не нужен. И вот древесное черенкование, которое тоже скоро начнется, когда мы будем обрезать гортензии в саду, другие кустарники. И вот эти вот палочки, веточки, их тоже можно ставить на укоренение. Вот в торфе они укоренятся будут плохо. Поэтому для них мы готовим другой субстрат на основе речного песка, также с добавлением диатомита, чтобы улучшить воздухо, влага, емкость и чтобы добавить кремний, который поможет появившимся корешкам быстрее развиться. Для древесневших черенков мне нравится готовить субстрат вот в такой пропорции. 8 частей песка, 20% садового диатомита. Диатомит, опять же, добавит рыхлости, не даст сильно спрессоваться песку. И здесь есть тот самый кремний, который крайне важен для развития корневой системы. Вот такие особенности приготовления грунта для посевов и для черенкования. Надеюсь, этот ролик был для вас полезен. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. И всего доброго! До скорых встреч!